Я даже видел гитариста. Поэтому активному малышу сразу и не скажешь, что совсем недавно он перенёс сложнейшую операцию. Никита Богатов родился с двусторонней аномалией развития наружного и среднего уха. Врачи лишь разводили руками. Шанс на восстановление ушек практически равнялся нулю. Но тут мама услышала по телевизору историю про малыша с таким же диагнозом, которому сделали удачную операцию. Семья Богатовых вновь воспрянула духом. Внутри всё сложно хорошо. Нужно лишь только сформировать слуховой проход, разделить слуховые косточки и восстановить ушную раковину. Берётся кожа с ноги, с руки, с головы. Если вы можете видеть, что у него обросло кожа, мы вот отсюда брали как раз, обшивали слуховой проход. Следующим нашим огорчением было то, что эта операция стоит довольно дорого. Больше 10 миллионов. Эта сумма – стоимость операции на обоих ушках. Но для семьи, конечно, непомерные деньги. За помощью они обратились к главе региона. И по решению Сергея Морозова Богатовым выделили 2 миллиона рублей. Остальную часть средств помог собрать благотворительный фонд. Оперировать Никиту согласились и американские врачи. И 1 марта мальчику провели уникальную 7-часовую операцию по формированию слухового прохода и восстановлению ушной раковины. Теперь у Никиты долгий период реабилитации. Сейчас он уже говорит, немножко слышу. То есть, с другой стороны, у него, разумеется, слуховой аппарат, потому что на другом ухе у него тугоухость. А с этой стороны уже слуховой аппарат не носим, потому что там уже начинает работать само ушко. Про послеоперационное время Никита вспоминает только, что было больно. А вот про американский музей тачек, в который мальчик отправился спустя несколько дней после восстановления, может рассказывать часами. Я ходил в Америку на тачку, и там я видел тачку Аквамена. Но и по дому Никита тоже соскучился. Здесь его ждал младший брат, собственный автопарк и попугай Кеша. Когда мы его отпускаем в руки папе, он кусает его, а я его глажу. Но сейчас семья только на полпути. В ноябре Никите предстоит ещё одна операция. Уже на другое ушко. Мария Сафронова, Денис Миронов, Весть Ульяновск.